Несомненно, производственной мощностью сегодня становится драйвером развития каждого региона. Продолжим тему на примере СЭС Каракуль, расположенной в Бухарской области. Данная свободная экономическая зона является относительно новой, однако первые производственные мощности на ее территории уже запущены. Это не монтаж. На этом месте действительно раньше была только пустыня. Уже на этапе строительства его назвали проектом с большим потенциалом. За менее чем два года запустили завод по производству труб на основе кластерной системы. Предприятие «Энпайп» было введено в строй в преддверии визита президента Шавкета Мерзиёева в Бухарскую область. Проект полностью реализован за счет иностранных инвестиций, общая стоимость которых составляет 58 миллионов долларов. Производственная мощность составляет 300 тысяч тонн металлических труб в год. Это приблизительно равно общему весу 536 крупных пассажирских самолетов, таких как Airbus A380. На данный момент мы больше ориентируемся на внутренний рынок. В будущем намерены экспортировать нашу продукцию сначала в соседние страны, затем уже постепенно расширять географию. Эти трубы, изготавливаемые методом прямого шва, являются устойчивыми к высокому давлению и внешнему воздействию. Ранее их импортировали. Транспортировка больших объемов труб была очень затратной. Теперь вместо этого завод получает металлические листы различной толщины и производит из них трубы, что снизило себестоимость на 25%. Еще одна примечательная черта – особая ответственность в подготовке кадров. На сегодняшний день более 50 специалистов приезжают на этот завод, чтобы тщательно контролировать начальные этапы производства металлических труб. Вместе с нами процесс улучшения качества продукции совершенствует и наши зарубежные коллеги. Президент Узбекистана в ходе посещения данного предприятия подчеркнул его значимость. Примечательно, что такие масштабные проекты реализуются под личным руководством лидера вашей страны. Он выразил нам искреннюю признательность за участие в этом процессе, что очень воодушевило всю нашу команду. Мы продолжим вносить свой вклад в развитие завода и уверены, что наша продукция вскоре займет достойное место на международном рынке. Мировой спрос на долговечные трубы газохимической и горнодобывающей промышленности растет. Например, в 2023 году рынок долговечных стальных труб оценивался в более чем 250 миллиардов долларов. И ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет более 370 миллиардов долларов с ежегодным ростом в 5,8%. Продукция, выпускаемая здесь, будет также использоваться в строящемся газохимическом комплексе МТО. Что касается рабочих мест, здесь трудоустроено более 400 специалистов. В основном это местные жители. Раньше был безработным. Благодаря инициативе президента нашей страны в Каракульском районе запустили современный завод. Здесь используются передовые технологии. Отрадно, что и наши молодые кадры сегодня осваивают современное оборудование. В этом процессе нам помогают зарубежные специалисты. В настоящее время ведется работа по локализации производства труб. В обозримом будущем это позволит наладить выпуск продукции для медицины, текстиля, автомобилестроения и многих других отраслей. Постепенно сокращая зависимость от импорта.